В эфире новости Анапа Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. И начнем с главного. Строительство новой пожарной части и коммуникации для земельных участков, выданных многодетным анапским семьям. Сегодня осмотрел Юрий Поляков в ходе рабочего объезда территории Джигинского сельского округа. Подробности в нашем сюжете. Первая остановка сразу перед въездом в село Джигинка. Здесь по поручению Юрия Полякова строится современная пожарная часть. Планируется, что уже весной следующего года, до начала пожароопасного сезона, на этом месте появится гараж на две тяжелые машины и вспомогательные помещения. Был сделан выбор именно этого участка, недалеко от переезда, для того, чтобы можно было прикрыть и Джигинку и ближележащие населенные пункты реагированием пожарных краевого уровня. По нашим расчетам будет и Суворов, Черкес закрываться там, где краевой интернат находится, и Юровка, и Разноколы, это те, и Чикон, те населенные пункты, где нормативное время на сегодняшний день не выполняется. Следующая точка – новая детская игровая площадка, установленная возле сельского дома культуры. Она появилась здесь благодаря председателю законодательного собрания Кубани Юрия Бурлачко. Теперь это одно из самых любимых мест детворы. Нормальная площадка, хорошее место, смотреть только за этим местом. Рядом с ней спортивный зал филиала спортшколы «Олимп». За последнее время его привели в порядок, поменяли полы, установили пластиковые окна. Тренировки проходят ежедневно в 10 группах, занимаются 250 детей, работают 4 тренера. Глава дает поручение помочь с косметическим ремонтом и заменой износившегося инвентаря. Сегодня в Джигинке реализуется масштабный социальный проект. К 114 участкам, выделенным многодетным семьям, тянут коммуникации. Сейчас выполняется работа по водоснабжению, параллельно будут вестись работы по устройству сетей электроснабжения. До конца текущего года работы будут выполнены в полном объеме. Финансирование идет из краевого и муниципального бюджетов. Юрий Поляков потребовал от подрядчика проводить все работы с минимальными неудобствами для местных жителей. Мы договаривались так, что вот вы спаяли, положили, сразу засыпали. Потому что, чтобы у людей, у людей, у жителей не было проблемы с проездом, с переездом тут, где-то с проходом. Улицы после прокладки коммуникации будут сразу отсыпаны щебнем. Выделить материал такое поручение получили городские коммунальщики. А следующая рабочая поездка главы Анапы запланирована в Первомайский округ. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. Накануне администрация Анапы приняла участие в общероссийском приеме граждан. Проблемы жителей курорта выслушали заместители главы, а также лично Юрий Поляков. Часть вопросов удалось решить на месте, другие требуют тщательного рассмотрения. Традиционно на общение обратились с просьбами о развитии инфраструктуры, благоустройства и помощи в жизненно важных проблемах. Алексей Котков с самого рождения прикован к инвалидной коляске. Живет он в девятиэтажном доме. Каждый выход на улицу превращается в испытание. По словам его мамы, в их доме есть рельсовый пандус, но его наклон слишком крутой для этой коляски. Строительство удобного спуска жизненно необходимо. Глава принимает решение сразу. Думаю, что мы в ближайшее время, даже я сейчас напряжу всех до Нового года, сделать там нормальный пандус. У него такой. Очень было бы хорошо такой. Очень. Помощи попросили и жители села Субсех. На одной из улиц нет дорожного покрытия. Осенью и зимой грунт размывает, появляются глубокие лужи и грязь. Юрий Федорович, что нам только уже не обещали, как только не обещали, господи не там. Дорога... Дорога... Дорога у нас на арене, вот так вот, с горой все разом. Да, да, да. Участок улицы непростой. Из-за склона покрытие вымывается во время дождей. Юрий Поляков заверил, дорога в селе Субсех будет закатана щебнем в первом квартале следующего года. Сейчас на улице есть недостроенные дома, которым подвозят строительные материалы на большегрузах. Ну вы же поймите меня, как я могу положить асфальт. Завтра он здесь, а начнет миксерами возить, он меня разобьет весь асфальт. Кранирование деревьев на улице Краснозеленых – просьба жителей целого дома. Четыре года назад фасад здания был отремонтирован. Сделали новую кровлю. Однако разросшиеся платаны ветками портят крышу, а листья забивают водостоки. Просто жалко, люди деньги такие платили. Вот я платила за фасад 20 тысяч, трехкомнатные квартиры, и три за кровлю. Вообще задача поставлена, ну не только Краснозеленых и Горького. А с 13-го года? Ну с 13-го я не знаю, я говорю за свой берег. В этот день прием граждан вели все заместители главы. Каждый из них отвечал на вопросы по своему направлению. Больше всего посетителей записалось к первому вице-мэру. Сергей Петров курирует вопросы капитального строительства, муниципального контроля, санаторно-курортного комплекса и туризма, архитектуры и градостроительной деятельности. Сегодня здесь произошло много позитивных изменений. Анапчане благодарили и получали консультации по интересующим вопросам. А вот одна из самых распространенных проблем – покупка недвижимости без оформления всех необходимых документов. Недобросовестные застройщики только на словах обещают провести коммуникации, но в итоге пропадают без следа. Я не знаю, я даже не могу вам сказать, как мы их покупали, но, видимо, закрытыми глазами. Когда мы получили документы на дом, там оказалось, что у нас не дом, а у нас помещение почему-то. Ну, как бы вот опять-таки нас как-то бы все остановило. Но в нашем договоре было, что у нас будет газ, что у нас будет свет. Лучшее решение – внимательно изучать документы перед сделкой. Низкая цена должна не привлекать, а напротив – насторожить потенциального покупателя недвижимости. Должны были быть технические условия у застройщика. Он должен был их выполнить, получить справку о выполнении и был бы газ. Но так как он, я так понимаю, даже подводящих сетей к вашему дому нет? Нет. Нет. Значит, он не получал, скорее всего, технические условия. За день на приеме граждан у главы и его заместителей побывало около ста человек. Все они в обязательном порядке получат ответы на свои вопросы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Игорь Григорьев, Анапа-Регион. Анапа приняла участие в совещании Краевой антинаркотической комиссии. За год в городе-курорте провели несколько акций для выявления алко- и наркозависимых, а также пресечения торговли психотропными веществами. Рейдовые группы стирали со стен домов рекламу подозрительных сайтов, проверяли общественные места и центральные улицы города. Тщательная работа велась и в сельских округах. В рамках операции МАК сотрудники полиции уничтожали посевы дикорастущей конопли. Самое большое количество было ликвидировано в Первомайском районе. На телефон доверия поступило около 30 сообщений о фактах торговли наркотиками. Семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, проводили разъяснительные беседы. Хотя Анапа особо не звучала и звучало много с положительной стороны, то это не говорит о том, что у нас нет недостатков. Они есть. И нужно продолжать эту работу, Валерий Александрович. Нужно проводить все по графику, вовремя, выявлять, и с этим надо всем обороться. По статистике края самыми неблагополучными районами оказались Усть-Салабинск, Новокубанск и Туапсе. Как заметил заместитель губернатора края Николай Далуда, общая тенденция положительная. По сравнению с прошлым годом число наркозависимых уменьшилось на 12%. Продажа пиротехнических средств должна проходить только в специализированных магазинах. Сегодня на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсудили несанкционированную продажу фейерверков. Совещание провел заместитель главы Эдуард Балмашев. Он еще раз подчеркнул, в Анапе действует порядка 20 специализированных магазинов, у которых есть лицензия на осуществление этой деятельности. В преддверии новогодних праздников в зоне повышенного внимания находятся дети. Чтобы предостеречь их от покупки у случайных людей на улице, на места будут выезжать мобильные рабочие группы с участием сотрудников полиции, МЧС и специалистов управления и торговли и потребительского рынка администрации Анапы. Еще одна проблемная точка города – курорта, о которой шла речь на встрече – незаконная продажа алкоголя. На сегодняшний день изъято из оборота более 20 тонн контрафактного алкоголя. Сотрудники полиции составили 184 протокола. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. Создание всероссийского казачьего общества. Что изменится для анапских казаков, которые войдут в него, и какими полномочиями будет наделена новая структура, назначать руководителя которой теперь будет лично президент России. Казачьи детские сады, когда они появятся в нашем городе, и почему, по мнению атамана Анапы, это сегодня так актуально? Чем в первую очередь намерен заняться Валерий Плотников, который в октябре занял пост заместителя главы Анапы и теперь курирует вопросы физической культуры и спорта, взаимодействия с военнослужащими и казачеством, работу военно-учетного стола. Об этом в нашем эксклюзивном интервью. Здравствуйте, Валерий Александрович. Не так давно в Москве прошел большой казачий круг, где приняли решение о создании Всероссийского казачьего общества. Но я так понимаю, что не все казаки в него войдут. Что касается Анапского районного казачьего общества, все будут в составе новой структуры? Это не первый уже был съезд, это уже был второй съезд, на котором мы уже не говорили о создании Всероссийского казачьего войска. Мы уже принимали устав и утверждали устав, которым будет руководствоваться Всероссийское казачье войско. Это ревизионная комиссия, это казачий суд будет, утвердили количественный состав, в общем, проработали плодотворно. Что касается Анапских казаков, да, Анапский район войдет полным составом, так как мы являемся реестровыми казаками. И хочу сказать более, что было предложено всем реестровым казакам принять участие, что и было сделано. Но и было предложено нереестровым казакам присутствовать на сборе, вносить свои предложения и вместе с нами идти одной дорогой, одним путем. Какое соотношение реестровых и нереестровых казаков сегодня? У нас сегодня реестровое войско Кубанского казачьего войска составляет 53 тысячи казаков. Это, я хочу сказать вам, большая армия. Вот, ну, если в других войсках чуть-чуть, скажем так, численность пониже, чем у нас, но тем не менее, это очень большая армия. А нереестровых? Ну, а нереестровых, я думаю, что примерно 10 тысяч нереестровых, то есть на порядок, конечно, ниже. Но при этом я хочу сказать, что они не перестали быть казаками, они все казаки, просто изъявили желание некоторые служить, скажем так, на государственной службе и войти в реестр. А некоторые вольные казаки, мы с ними общаемся, поддерживаем контакт, они, еще раз повторюсь, не перестали быть казаками. А какое общее количество казаков будет вот в новой структуре во всероссийском казачьем обществе? Во-первых, все 11 войск Российской Федерации казачьих войдут в состав, а я повторюсь, у нас самое большое это Кубанское, а потом Севеликое войско Донское идет, ну и так, потом Терское казачье войско. Ну, я примерно предполагаю, что в районе 100-120 тысяч казаков. Какие полномочия дополнительно вы получаете на соответственную ответственность? Соответственность это точно, 100%, потому что, ну, президент Российской Федерации будет назначать атамана войско всероссийского. Вы сами понимаете, какой уровень, это уже примерно на уровне министерства будут организовываться все мероприятия. Ну, соответственно, ответственность большая, ну и мы, в принципе, готовы. Мы готовы служить, ну, для нас это еще раз говорю, для казаков это продвижение вперед на много-намного лет, будет программа. Мы будем знать, к чему стремимся, к чему идем. Это для казачества большой успех и большая удача, что сегодня все-таки решили создать всероссийское казачье войско. За основу взяли работу кубанского казачьего войска, то бишь нашего. Мы сейчас в правильном направлении. У нас казаки охраняют общественный порядок, государственную границу, борются с наркоманией, воспитывают наших детей, охраняют соцобъекты. Идем в правильном направлении, благодаря губернатору Краснодарского края, который нам дает большую поддержку, благодаря атаману кубанского войска, который является и вице-губернатором Краснодарского края. То есть работаем в тандеме, понимание есть администрации и казачества. А это, если есть понимание, это можно делать большие дела, и на самом деле это оно так и происходит. На Кубани, кроме казачьих классов, могут появиться и казачьи детские сады. Ну, об этом, по крайней мере, заявил атаман кубанского казачьего войска Николай Дауда. Вот насколько это актуально будет для Ановского района и какие перспективы вы здесь видите? Говорят, что все закладывается с молоком матери. Вот я считаю, что сегодня это самое правильное решение, чтобы детские сады стали казачьими, или хотя бы в детских садах появились группы казачьи. У нас, в принципе, в Анапе есть уже примеры, где руководители детских садов приглашают нас, организовывают праздники, мы им помогаем, мы проводим какие-то мероприятия в этих садиках. Сегодня это и 18 садик, город Анапы. Мы там частые гости, скажем так, заведующая понимает с пониманием, мы живем на Кубани, почему бы и нет. И в Красном Кургане садик тоже готовы сегодня сотрудничать с нами, сами изъявили желание, пригласили казаков. Вот идет детский садик, да, потом школа казачья, потом у нас есть техникумы, есть институт казачий. То есть человек, в общем-то, понимает, что он делает, уже к выходу с института, идет там в армию казачью, у нас есть казачьи войска в Российской Федерации. Мы же народ, мы сегодня так и должны жить. Валерий Александрович, и немного поменяю тем разговора, хотя, в принципе, она так или иначе соприкасается с вашей деятельностью, как атамана. С момента вашего вступления в должность заместителя главы города-курорта прошло немногим более двух месяцев. Срок, конечно, небольшой, но удалось вникнуть в ситуацию. Какие первостепенные сдачи и цели ставите перед собой и перед своими подчиненными? Сложности есть, конечно, не так все просто. Вообще работа непростая. Это со стороны кажется, что заместитель главы, в общем-то, в большей степени сидит в кабинете и так далее. И командует. И командует, да. У нас, в принципе, в Анапе спорт развит очень хорошо. Предыдущие мои коллеги, они все-таки не сидели на месте, работали. Ну, еще хочется сделать получше. Это, знаете, как вот Анапский район, он сегодня лучше в Кубанском казачьем войске. Если мы сегодня закатим рукава и поднимем еще на более высокий уровень, скажем так, спорт в Анапе, то, ну, скажем так, что тогда хлеб едим мы не зря. Александр Ильич, остается только пожелать вам удачи в вашей действительно нелегкой работе. Спасибо за это интервью. Спасибо вам. Завтра на курорте состоится мастер-класс Артема Левина, заслуженного мастера спорта, многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу среди любителей и профессионалов. Спортивное мероприятие пройдет при поддержке депутата Государственной думы Ивана Демченко в рамках проекта «Детский спорт. Партия. Единая Россия». Артем Левин – шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, одиннадцатикратный чемпион России и двукратный чемпион всемирных игр боевых искусств. Все желающие приглашаются 14 декабря в 14 часов по адресу Анапу, улица Набережная, 13, спортивный клуб «Даймонд Джим». Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь», Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова